Ребят, всем привет! И сегодня я хочу поговорить про новый американский психологический триллер под названием «Вода и знак». Да, и это режиссерский дебют известной певицы и актрисы Зои Кравец. Давайте посмотрим, вышел у нее первым янкомом или нет. Итак, нам показывают главную героиню, она работает официанткой. Показывают первый кадр, буквально, говорю, как есть. Она сидит в туалете. Листает шорсы. Ее заинтересовала история вот этого богатого человека, магната, Слейтера Кинга, потому что он проходит психологическую реабилитацию. Он осознал, что надо поменять как-то свою жизнь. Вот нашу героиню вот это вот все интересует. Дальше нам показывают, как готовится какое-то мероприятие, где начальник Фриды говорит, так, надо все, чтобы было хорошо, чтобы без каких-то косяков. Дальше происходит мероприятие, Фрида видит вот это вот Слейтера Кинга, идет к нему навстречу, спотыкается. Кинг видит, что она упала, подходит к ней, завязывается диалог, и в тот же вечер он приглашает ее на свой остров вместе с подругой. Теперь переходим непосредственно к основной линии сюжета. Основная линия сюжета это будет вот этот вот остров этого Слейтера Кинга. Да, он его выкупил и проводит там различные увеселительные мероприятия. Да, в буквальном смысле этого слова нам будет показывать, как герои отдыхают. Ну, как сказать, отдыхают. Пьют, курят, наркоманятся. Ну, в лучшем американском стиле. И первая такая тычка, на которую стоит обратить внимание, когда вот действительно уже становится сюжет увлекательным, это когда подруга Фриды, Джесс, говорит, что, блин, ну что-то становится неладное. Что-то, говорит, у меня самочувствие какое-то не очень. И какой-то вообще на острове происходит бред. Явно в чем-то подвох. Ну, ребят, вот я тут выписал и сейчас, наверное, вам зачитаю. Вот знаете что? Фильм, на самом деле, он не должен был, наверное, как вам сказать, стать хорошим, да? Понравиться. Да, я сейчас про себя говорю. Почему? Ну, сюжет с островом Нинов, да, будем так говорить. Второстепенные персонажи, ну, я главных сказал, да, вот Фрида, Джесс и этот богатый чувак Слэйтер Кинг. Второстепенные персонажи, друзья этого Слэйтера Кинга, там, каких-то он тоже взял, мужиков, девчонок. Мужики вообще не запоминаются, я вообще не помню. Вот было представление, кто кем работает, я всех забыл. Девчульки более харизматичные, запоминаются. Но, кстати, отступление. Мне спросил как-то человек в комментариях, а в каких фильмах второстепенные персонажи типа раскрываются, да? Мне сразу на ум пришел в пример с фильмом Хищник. Вот если вы вспомните этот фильм, то прекрасно поймете, с первых же кадров вся вот эта вот, отряд этих командос... Все мими проникаешься, у всех свой характер, у всех какая-то своя особенность. Тут же, опять же, как всегда, второстепенные персонажи, на то они и второстепенные, что мы их не запоминаем. Ходи бы смотреть, ну, средненький фильм, даже ниже среднего, но все равно блистательная роль Ченнинга Тейтума, который вот играет Слейтера Кинга. Девушки хорошо играют, как я сказал. Развязка будет интересная, там такие логические, например, где будут подумать моменты. моменты, например, даже вот когда Фрида говорит Слейтеру Кингуа, аниманик. Ты понимаешь, что такое? Он там показывает, ей про ногти что-то говорит, аниманик, понимаешь? Он такой, нет. А потом, а, типа, ты делаешь маникюр с животными. Она такая, да, да, ну, ани, типа, animal, да, животный, маник, ну, маникюр. Ну, такие моменты, которые тоже вот мне как зрителю интересно посмотреть и пораскидать мозгами. Ну, давайте к итогу. Ладно! А итог краткий. Я, наверное, не буду сейчас говорить какие-то такие серьезные философские темы, хотя я их обычно тоже говорю. Типа, фильм рассказывает о том, наверное, что мужчины эксплуатируют женщин или там женщины как-то управляют мужчинами. Не важно. Хотя там есть один момент, когда девушка на острове скажет такую довольно интересную мысль. говорит, мы, женщины, должны поддерживать друг друга. А нас с подсрождения учат соперничать друг с другом. Женщин с детства учат соперничать друг с другом, верно? Хотя нам стоило бы помогать, то есть поддерживать. Ну, в общем, подумайте над этой фразой. А в конце вопрос. В фильме будет неоднократно звучать такое словосочетание, на который вы, возможно, после просмотра не дадите ответ, что это такое. Точнее, не поймете, что это такое. А может, поймете. Но, в любом случае, я вам загадаю эту загадку. Кстати, если что-то не поймете по развязке, по кульминации, мы можем в комментариях всегда это обсудить. А вопрос такой. Что такое красный кролик? Красный кролик. Да, вот эта фраза будет часто звучать в фильме. Вопрос вам, уважаемые ребята и девчата. Что такое красный кролик? Если вы, конечно, поняли. Все, пока. Продолжение следует...